Известный чувашский режиссер Владимир Красаков заканчивает работу над новым фильмом. Осенью на большой экран выйдет полнометражный художественный фильм «Юха». В сюжетной линии тесно переплетаются семейные отношения, любовные коллизии. На кон поставлена честь девушки. Подробнее в репортаже Регины Кубайкиной. Наполеонские планы не чужды творческой группе Владимира Красакова. Плох тот актер, который не стремится получить Оскар, считает режиссер. В течение полугода амбициозные артисты колесили по Чебоксарскому, Аликовскому, Шумерлинскому районам в поисках лучших кадров эпизодов. Завлекали в массовках своих родных и близких. Бешеные съемочные дни позади. Все наши фильмы должны быть прокатного уровня, чтобы их можно было посмотреть на большом экране. Почему ставим такие большие цели? Большие цели заставляют по-другому работать. Все уже по-другому рассматриваешь с точки зрения большого экрана. И работа со звуком, работа с актерами, подбор костюмов. Потом особенно операторская работа, особенно выстраивание композиции, потом свет. Вот все эти компоненты в «Чувашском кино», к сожалению, на них мы не обращали раньше внимания. Из-за недостатка просто сил, скорее всего. Тема очень актуальна для современности. Пикаперы «Наспор» пытаются владеть главной героиней – Анжелой. Начинается охота на живца. Ночью нападают на бедную девушку. Все это снимают на видеокамеру. Запись размещают в интернете. Героиню бросает жених, родители выгоняют из дома. Девушка, доведен до отчаяния, бросается в прорубь. Простой, обычный паренек Александр спасает свою будущую половинку. Далее счастливая развязка событий. Олег Вумберов сразу же согласился на эту роль. Сразу почувствовал глубину характера. Роль Александра мне близка тем, что этот герой, именно он, спортивный. То есть это мое кредо тоже, спорт, вот это движение. Он спортивный, он такой спокойный. Ну вот по вообще персонажу, так сказать. У него все внутри. Если Олег Вумберов ранее оттачил свои мастерства на сцене, то Ольге Осиповой, автор сценария фильма, пришлось начинать все с нуля. Даже экстремальные трюки актеры выполняли без дублеров. Благодаря фильму она наконец-то научилась плавать. В обычной жизни я простая, тихая девушка. Мой спасатель, конечно же, мой муж и моя семья. Ради чего стоит жить и стоит трудиться и создавать такие фильмы. Первая презентация фильма прошла в июле. Активно чувашская молодежь также посмотрела ее в летнем лагере «Ховал». Но бурные обсуждения ЮХА продолжаются и по сей день. Мне понравился этот фильм. Снят, если в республиканском масштабе, смотреть на высоком уровне. Я думаю, сейчас цель, которую поставил Владимир Красаков, выйти на широкий экран. Это большой шаг. И действительно, я ему желаю больших успехов. Владимир Красаков верит, что зритель объективно оценит фильм ЮХА. Ведь ставка сделана на качество «Новые лица». Первый показ фильма на большом экране планируется в родной деревне автора кинокарсина. Чувашские шайки Бадривского района. Регина Кубайкина, Андрей Шоколев, Республика. Андрей Шоколев, Республика. Андрей Шоколев, Республика. Видимо.